Всем привет! Меня зовут Григорий. В этом видео я вам расскажу про мультитесты в сервисе Яндекс.Лоу.Тестинг. Мы поговорим с вами о том, какие бывают мультитесты и для чего они нужны. Научимся создавать мультитест с одинаковой конфигурацией для агента нагрузочного тестирования и попробуем повторить этот тест, задав разную конфигурацию для каждого агента нагрузочного тестирования и поговорим о том, зачем это бывает необходимо. Что такое мультитест? Мультитест — это возможность запустить нагрузочный тест одновременно с нескольких агентов нагрузочного тестирования. Агент нагрузочного тестирования, генератор нагрузки — это, по сути, процесс, который работает внутри инстанса сервиса Compute. Этому процессу нужно выделить необходимое количество процессорного времени, памяти, пропускной способности сетевого канала для того, чтобы он смог выдать ту нагрузку, которую мы задаем во время конфигурации нашего теста. И чем большую нагрузку необходимо сгенерить, тем больше ресурсов нужно выделить нашему агенту. Давайте теперь на примере простого теста посмотрим, как посмотреть, сколько ресурсов утилизирует наш агент во время теста. Для этого переключимся в интерфейс сервиса Load Testing, откроем заранее заготовленный тест и посмотрим на его результаты. В результатах теста мы видим, что это был тест с линейной возрастающей нагрузкой, приложение деградировало в районе 2200 запросов в секунду. Этот тест был остановлен вручную и в мониторингах этого теста у нас пусто. Давайте перезапустим этот тест и включим мониторинг ресурсов нашего агента. Нажимаем кнопку создать. Мы видим, что у нас тест перешел в статус created. Далее начинается этап подготовки. Через некоторое время тест у нас завершился. Давайте теперь перейдем во вкладку мониторинг и мы видим, что у нас появились данные об утилизации ресурсов нашим агентам. Так, мы видим, сколько памяти потреблял наш агент. Примерно 600 мегабайт в пике. Также мы видим утилизацию CPU. Включив CPU User, мы видим, что нашему агенту потребовалось 20% CPU. И мы можем на вкладке сетевого трафика увидеть, что агенту потребовалось примерно 1 мегабайт входящего и исходящего трафика. Таким образом, мы видим те ресурсы, которые утилизирует наш агент. Давайте теперь перезапустим тест и добавим в наш тест дополнительный второй агент. В этом случае во время создания тестов у нас два агента одновременно стартуют с одинаковой конфигурации, переходит статус Preparing. Через некоторое время одновременно начинают подавать нагрузку на наше тестовое приложение. Если переключиться на вкладку результаты теста, мы увидим, что статус у нас поменялся на ранинг и появляются первые данные о ходе нашего теста со статистикой. Итак, мы дождались завершения нашего теста и видим, что приложение также деградировало в районе 2200 запросов в секунду. Давайте теперь переключимся на вкладку обзор и мы видим, что у нас появился флаг мульти. Это говорит о том, что это был не простой тест, а мультитест, который работал одновременно с двух генераторов нагрузки. А внизу в разделе тесты мы видим отчеты по каждому генератору нагрузки, выборов которые можно посмотреть статистику отдельно по каждому генератору нагрузки, то есть отдельно по каждой части мультитеста. Мы видим, что первый генератор в момент деградации приложения подавал 1100 запросов в секунду, а в результате второго генератора мы видим также, что его значения в районе 1200 запросов в секунду были в момент деградации. То есть они одновременно подавали нагрузку и в районе 1200 рпс приложение у нас деградировало. Также по вкладке мониторинга мы видим, что у каждого агента есть данные о том, сколько ресурсов утилизировал каждый из агентов. Давайте теперь повторим наш тест. Для этого мы выбираем одну из частей мультитеста и нажимаем кнопку повтор. В повторном мультитесте давайте зададим разную конфигурацию для каждого из агентов. Для этого нажимаем кнопку дублировать конфигурацию и мы видим, что в интерфейсе у нас появилась конфигурация 1 для первого агента теста 1 и конфигурация 2 для второго агента теста 2. Давайте поменяем схему нагрузки для второго агента. Пусть наш второй агент подает скорость в два раза меньше, чем первый агент. Мы меняем схему нагрузки с одного до двух с половиной тысяч запросов в секунду. Придумываем новое имя нашему тесту. Пусть это будет тест Align 2 и нажимаем создать. Итак, мы создали наш мультитест и ждем завершения его работы. Тест у нас успешно через некоторое время завершился. Давайте посмотрим на его результаты. Мы видим, что приложение также деградировало в районе 2200 запросов в секунду. Давайте теперь посмотрим на результаты каждой из частей мультитеста. Итак, мы смотрим результаты первого агента и видим, что в момент деградации первый агент подавал нагрузку в районе 1600 запросов в секунду. Второй агент подавал нагрузку, смотрим его результаты, в районе 800 запросов в секунду. В результатах теста мы видим, что, задав разную скорость нагрузки, в отчетах мы это также увидели. Приложение деградировав при нагрузке 2200 запросов в секунду, каждый из агентов в это время генерировал разную нагрузку и скорость первого агента была в два раза больше, чем скорость второго агента в момент деградации. Во время мультитеста разные конфигурации для каждого агента. Можно менять не только профиль нагрузкой, но также можно менять тестовые данные, если есть необходимость одновременно нагружать разными типами запросов с нескольких агентов, то к каждой части мультитеста можно прикрепить свои тестовые данные. Также можно задать разные адреса тестируемых приложений. Например, если у нас в тестовом стенде есть два инстанса, то в каждой части мультитеста можно задать нагрузку только своего отдельного инстанса. В этом случае во время мультитеста мы будем агрегировать как суммарную статистику так и показывать отдельную статистику по каждой части мультитеста и по сути это будет результаты производительности нескольких инстансов если мы нагружаем их параллельно с каждого агента итак сегодня мы с вами поговорили о том что такое мультитесты и как правильно их конфигурировать и настраивать если у вас есть вопросы о работе нашего теста вы можете перейти по ссылке в документацию и узнать больше о работе нашего сервиса если у вас есть вопросы приходить переходите в наше комьюнити в телеграм-канале задавайте любые вопросы будем рады пообщаться и ответить на них спасибо